Так, доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, доброе утро, хеллоу, шалом, бонжур, бойна сэра, бойна сэра, вернее, не говорят бойна сэра, бойна сэра, это, наверное, доброй ночи, ботертов, и на украинском, как будет на украинском? Доброго ранку, друзья, Яков Шатадин нас смотрит, Олег Марголин, шалом, Лифиминка Антон, отлично, Мушека Мясорук, все, Мушека Мясорук, если нас смотрит, отлично, Натали Ратнер, Яков Шатадин, шалом, еще раз, Деоргий Нивня. Все, дорогие друзья, значит, собираемся, готовимся, берем листья эти с ручкой, чтобы записывать свои озарения, да, то есть, очень интересно, когда мы изучаем что-то, то это как зерна, как зерна, которые, они падают на почву и прорастают, и когда ты записываешь, то есть, чем ты больше работаешь с Торой, тем больше Тора, она проникает в тебя и заходит в тебя, а Тора, как известно, она продлевает жизнь, она спасает от страха, то есть, вообще, Тора, это, когда ты заполняешь свою голову знанием и светом, то, конечно, это совсем другое дело, но, это работа, сразу скажу, это работа, все, Итан Левибердер нас смотрит, все, доброе утро, поехали. Начинать сейчас 30-я глава, предпоследняя глава в Мишке, 31 всего глава, и мы приближаемся стремительно к окончанию изучения целой книги Торы, надо будет потом устроить праздник, такой прям праздник-праздник, 20, так, это примерно нам на каждую главу, 4 на 7, по 7 уроков, 15 уроков, как раз будет где-то 300, 15 уроков нам осталось, в общем, да, 15 уроков, где-то 2 недели, с Божьей помощью, да, на 2-3, может быть, недели, отлично, отлично, итак, значит, 30-й пэрок, ламет, это 30 на иврите, ламет, это, буква ламет, это 30, дематрия, начинается очень с интересного отрывка, очень сложный отрывок, вообще непонятно, столько разных комментариев на этот отрывок, что просто, ну, удивляю себя, да, прежде всего слова Агур Бен Яке, Бин Яке, все подчеркивают, что не Бен, а Бин, Бен это сын, но иногда пишется вот Иушо Бину, Иушо почему-то иногда произносится как Бин, вот здесь именно этот случай, но почему, непонятно, все подчеркивают, надо произносить, звали этого человека Агур Бин Яке, кто был этот человек? Агур это как, пишется точно как Игорь, я у меня в Туда-Дзиуте, меня раньше звали Игорь, написано Агур, Агур, то есть я, Агур, как здесь написано, кто это был этот Агур, говорят Раши, Раши самый проверенный комментатор, Раши говорит Агур Бен Яке это царь Шломо, почему его назвали здесь Агур, это было как кличка, слово Агур это, это как Коэлит, Коэлит это собрал и Агур это собрал, то есть он собрал мудрость, этот Агур Шлома, да, он собрал мудрость, он собрал знания, Ве Бин Яке это как такое, как метафора, как прозвище такое, да, Яке это изрыгал, он мудрость собрал и он ее изрыгал, и в принципе все люди, они точно так же делают, только они собирают не мудрость, а просто какие-то знания и изрыгают потом тоже получаются какие-то знания, то есть каждый человек, он набор того, что он услышал, потом у него это в котелке переваривается, и он это изрыгает, вот представляете, да, и вот это Шлома Мелых, он был Агур Бен Яке, он собирал мудрость, Амаса это как пророчество, у него был уже уровень Руаха Койдыш, то есть он очень поднялся близко к Богу, Неум, и он говорил, Неум Агевер, говорил Гевер, то есть он был Гевер, такой Гевер это человек мощный, кому он говорил Лейтиэлю, какому-то человеку в своем поколении Итиэлю этому, и он этому Лейтиэлю, он этому Итиэлю говорил, Веухаль, я смогу, То есть здесь зашифрована жизненная ситуация царя Шлома, царь Шлома, он был мудрейший из людей, то есть он изучил всю Тору, он учился у царя Давида, он молился Богу и достиг уровня, про который говорится, Ашемно Тен Хохма, Бог дает хохму божественную мудрость, Мепив Дату Твуна, из его, так как бы от Бога, Дат это постижение мира, Ветвуна это логика, и он был мудрейший из людей, и он сказал, я вижу суть всех заповедей Торы, я все знаю, Веухаль, я смогу пройти по краю и не упаду, то есть он вместо того, чтобы жить как простой человек, и остерегаться всего, мудрецы попозже уже, правда, они через много лет после царя Шлома, поставили ограду для закона, но он решил так, если я знаю суть каждой вещи, ну что, что Бог сказал царю, не умножать жен и не умножать коней, это он сказал обычному царю, подумал царь Шломов, а я, я же не обычный царь, я мудрейший из людей, и я пойму, и как с женами разобраться, и как много коней иметь, и я все везде, в любой ситуации, то есть он очень понадеялся на свой ум, и сказал вот этому, и Телю, и смогу я, и смогу, и он сказал, смогу, я смогу, это как Яша в детстве, когда был маленький, у нас сын, ему вот, он говорит, дай мне три куска торта, мама говорит, это же много тебе, он говорит, я смогу, то есть есть люди, которые, они надеются, что они смогут, и царь Шломов надеялся, что он пройдет по краю, значит, теперь здесь как бы второй отрывок, не вписывается в первый вообще, в то объяснение, которое я дал, потому что второй отрывок звучит так, бар это как бы има, как это есть человек, который вообще ничего не знает, то есть он не знает про Тору, про духовность, про что, он называется, бар это как, ну такой, амарец, ну простой он вообще, он про духовность ничего не знает, вообще он живет такое животное, да, то есть он разговаривать умеет, но он разговаривает все время только о том, что поесть, где поспать, и все, его больше ничего вообще не волнует, духовности ноль, это бар, и он ему говорит, кибар анухими иш, что я, я как бы, такой необразованный, я меньше, чем человек, в ломе, бинат адамли, и нет у меня, бинат, это вот это вот качество, бинат, это логика, понимать вещь из вещи, и нет, нет у меня человеческого понимания, и логики у меня тоже нет, вот это непонятно, то есть с одной стороны, первый отрывок объясняет, что царь Шломо, объяснял что-то Итеэлю, и он ему говорит, что я смогу пройти по краю, там я самый мудрый, с другой стороны, второй отрывок, он говорит, я ничего не понимаю, может быть, нам третий отрывок подскажет, вы лол о матье хохма, он говорит ему, и не учил я хохму, не учил я мудрость, значит, не учил я мудрость, хохма это божественная мудрость, то есть, каждый человек оперирует какими-то аксиомами, да, вот, исходные предпосылки, вот, например, рождается человек, что он знает о мире, только то, что он видит, и то, что ему скажут, и у него есть некие исходные предпосылки, а какой мир, вот ребенку скажи, мир плоский, он скажет, отлично, скажи, мир круглый, отлично, квадратный, отлично, треугольный, ребенок ему все равно, какой ты ему не скажешь мир, он откуда, он же видел мир, он в космос летал, он обошел землю по кругу, или проехал, то есть каждый человек оперирует какими-то аксиомами, которые ему дали другие люди, которым он доверял в детстве, да, исходные предпосылки, теперь хохма, божественная мудрость, это от Бога, то есть представьте, кто нам сказал, что земля круглая, кто сказал, космонавты, то есть для того, чтобы увидеть, что земля круглая, надо слетать в космос, и оттуда посмотреть, ее сфотографировать, теперь, но как человек может увидеть законы мироздания, когда он, вот представьте, говорят, там Маше придумал Тору, Маше Робена придумал Тору, ну как он мог придумать Тору, шесть дней творения, он говорит, в начале Бог сотворил небо и землю, там, все было, тоу-ва-ва-ва, хаос был, но откуда человек, который живет в Египте, три тысячи лет назад, и видит он перед собой только пустыню, вот что он видит перед собой, пустыня, тогда еще не было пирамид, и все, и Нил течет, как он может знать, что когда-то земля была, она зарождение вселенной, земля была Тору, была хаосом, он не знает, откуда он знает порядок, в котором появлялись животные, то есть Бог, тот, который все это сотворил, он дал хохма, это божественная мудрость, он дал через пророков, и Маше Робену, главный пророк, он поднялся выше, выше, выше всех пророков, и он своим восприятием, он как бы соединился с Богом, и он как увидел, понял, записал на себя, то есть у него появились вот эти вот аксиомы, как работает мир вообще, от кого, от того, кто мир создал, и он потом в Торе эти все аксиомы передал, вот это называется хохма, божественная мудрость, теперь человек, человек, у него в интеллект попали эти исходные предпосылки, и он дальше думает, что с этим делать теперь, и у человека есть внутри, такое качество, которое называется, которое называется бина на иврите, бина от слова строить, то человек получив какие-то исходные предпосылки, какие-то принципы, по которым мир работает, какие-то знания, там круглая земля, квадратная, плоская, там люди хорошие, нехорошие, и так далее, то есть он получив вот эти кубики, пазлы, он начинает строить свой мир, он их соединяет, это называется твуна, это обобщение, то есть человек работает в обобщении, какие люди, кто умнее, девочки или мальчики? Девочки. Девочки говорят, что девочки, мальчики, что мальчики, но это вообще, это такое обобщение, в мире живет 3,5 миллиарда девочек, 3,5 миллиарда мальчиков, кто мерил их хоть раз? Что такое умнее вообще, умнее слово, пожалуйста, значит, это все обобщение, человек живет в иллюзорной картинке, в которой он взяв 1, 2, 3 факта, он это обобщает в какую-то идею, в которую он сам верит, это обобщение. Это качество называется мозга твуна, то есть он соединяет фрагменты в одно целое. Теперь мы берем, например, человека спрашивают, ты кушать любишь? Люблю или не люблю? Это обобщение. А ты спрашиваешь, а что ты больше всего любишь, а что ты не любишь? И ты начинаешь вытаскивать из этого обобщения фрагменты, потом фрагмент, ты дальше можешь еще фрагменты, еще фрагменты. Это называется качество ума бина. Теперь, значит, говорится во втором отрывке, Тибар анухи меиш вело бината дам ли, что я, ну как бы, БР это тупой такой, да, что я тупее человека, то есть я по уровню развития ниже человека, и нет у меня бината дам, нет у меня человеческого этого качества лодики, у меня нету. Вело ломатьте хохма, и не учил я исходные предпосылки из Торы, я не учил вот то, что из пророчества можно только получить, узнать, что такое добро, что такое зло, зачем жить и так далее, то есть это все только можно было от Бога получить. Вело ломатьте хохма, вы да, к души мы да, он говорит, и познание святых я узнаю. Теперь как дальше идет? Вот человек получил исходные предпосылки, хохма, божественная мудрость, Тора. Дальше он начинает развивать свою логику, и он учится причина-следствие, причина-следствие делать выводы, он разбирается, как вся система работает, как работает его интеллект, и у него в итоге появляется даат. Даат – это цельная картина мира, которая выстроена очень точно, потому что она на правильных исходных предпосылках, она на четкой работе мозга, причина-следственной связи, умение разрушать обобщение, выделять детали, осознавать, что все вообще, с чем ты взаимодействуешь, это просто история, человек живет в истории, он как бы, любое слово это не является тем понятием, на которое это слово указывает. И тот, кто это осознает и понимает, у него появляется даат, познание, он реально начинает воспринимать мир, в котором все нереально. То есть это даат. И вот когда у человека проясняется его даат, познание, он такой воспринимает, начинает мир таким, каким он есть, а не ту иллюзорную картинку, которая существует в голове большинства людей, тогда у него появляется что? Даат к душим, даат к душим, познание святых. И тогда он выходит из вот этого мира иллюзий и входит куда? В состояние руаха кодыш, это святой дух, пророчество, он начинает от Бога напрямую получать информацию. И вот тут мне не сходится, да, вот этот комментарий, когда Шлома Мелл, вначале он сказал, наверное, вот это есть еще одно объяснение, которое тогда все сходится. Ухаль, слово, это тоже имя. Не я смогу. А если он объясняет вот этому Итеэлю и Ухалю, двум людям, есть такой комментарий. Это комментарий, что их звали, двух человек так звали. Одного звали Итеэля, второго Ухаль. Сейчас я скажу, кто это сказал. Это сказал не Раше, а это сказал Ибнезра. Ибнезра вообще говорит, что Игорь это тоже не Шломо, это какой-то другой человек. Что был какой-то человек умный, который был учеником Шлома Меллаха. И он объяснял двум людям, которые уже его ученики. И тогда весь этот текст вообще по-другому. То есть первый отрывок. Игорь Бентия, это был ученик Шломо по Ибнезре. И он говорил двум другим людям, своим современникам Итеэлю, и Итеэлю, и Ухалю. Потом к нему подошел еще какой-то Ухаль. И тогда этот текст сложится. Он ему говорит, послушайте, я не образованный человек, у меня нету логики. Я не учил божественную мудрость. И то есть это он скромно так начинает. Великие мудрецы, вот в Торе принято самые великие умы. Они говорили, начинали свои великие книги с такой фразы, там, или комментариев свои, они так говорили. Лифи они юда ати, по бедности моего ума. То есть очень принято в религиозном мире быть скромным. То есть быть скромным, потому что Бог сказал про Маше Рабейну, самого великого пророка, что Маше Рабейну был Анаф Миколь Адам, самый скромный из всех людей. У него не было его анохиюта, у него не было его эго. И вот это эго, если убрать, тогда тебе открывается реальная картина мира. И это очень крутая такая вещь. Как бы, ну я не буду сейчас туда уходить. У каждого человека есть самый главный рассказ, который его закрывает от Бога. Это рассказ о себе, что я отдельно от Бога. И вот эта его история, представление, что я отдельно от Бога, она его от Бога и закрывает. Это, сказал это Баэль Шемтов, Баэль Шемтов был такой основатель хасидизма. И он говорил на отрывок, что анохи умет бенашем убенайхем. Он говорил, анохи это вот это вот я. Когда человек говорит я, это то, что его отделяет от других людей, от Бога. Я это, это иллюзорная граница. Это мое. Кто сказал, что это твое вообще? Вот человек сам себе и сказал, что это мое, и оно в этот момент стало его. Но если он себе сам не сказал, что это мое, то чье оно? Не его. Вот эти вот все определения, это как стена такая. Вот. Теперь дальше. И вот смотрите, что дальше у нас складывается. И он продолжает этот... Егор, Егор этот, да? Егор бин Якея. Он продолжает. Он говорит, кто поднимался на небо? Вейрет Мэй. Вейрат. А, кто поднимался на небо и спускался? Ми Асаф Руах. Бехафнав. Кто, говорит, ветер в Ахапте складывал? Да, кто это вообще? Ветер в Ахапте складывал? Кто? Ми Царар Маэм. Басимла. Он говорит, кто собрал воду в платье? Можно воду в платье собрать? Оно выльется. Выльется. Ми и Тим Коль Авсе Орец. Кто установил все вообще установки земли? Маш Моу Ма Шем Бно. Он говорит, где имя его и где имя сына его? Ти Ти Да. Пойди узнай, он говорит. Что имеется в виду? Он говорит, послушайте. Вы лезете, говорит, своими вопросами. Они ему задали вопросы о Кабале. Вы лезете в те вещи, которые... Подумайте, кого вы поняли? Вы хотите понять Бога, который сделал весь мир? Вы хотите понять Бога, который... Море, например, как море не разливается? Представьте, шар Земля летит 30 километров в секунду по миру. Представляете? И море не разливается. Море в песочке, вокруг моря песочек. Море никуда не выливается. Как море не выливается? Как сделать так? Почему Земля, она крутится, ее наклон, там, ось не меняется? То есть, кто установил все эти законы? Он говорит, вы хотите понять того, кто установил все эти законы? Вы вообще, ну, вдумайтесь, куда вы своим мозгом лезете? И когда человек пытается понять, там, Кабала, Маасэ Берешит, как был сотворен мир, как Бог сотворял мир, Маасэ Меркава, как он миром управляет? Он говорит, куда вы все лезете? Зачем вам это надо? Вы со своей головой разберитесь, со своей жизнью разберитесь. Разберитесь со своим маленьким миром, в который человек пришел, проходит свой жизненный путь и уходит. Научитесь понимать хотя бы, что рядом с вами находится, да? А это как раз вот ответ здесь в этой главе. Я вчера разговаривал с этим парнем, он ученик, там, одного из самых каббалистов последнего времени, вот, который жил, Рамоша Шапира. И он у него много-много лет учился. И вот мы с ним разговариваем, а Рамоша Шапира, он был, вот я несколько раз был на его уроках, он, значит, это был человек, который вот так вот он глаза закрывал, и он заходил, там, куда-то туда, вот, в эти высшие миры. И он прямо, он оттуда, прям, он так говорил, он прям доставал, и он пытался это все, которые слова, они очень...